МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости Большого округа. В студии Екатерина Дубровина. Смотрите сегодня в выпуске. Современный и удобный капитальный ремонт в школе номер 7 в Авантеевке завершат к началу учебного года. Коробочки все подписываем, что, куда. Вот такие наборы хирургические, то, что бьется, все подписывается и красным скотчем клеится. То есть это дорогостоящее оборудование, которое нельзя ронять. Медицинское оборудование и лекарства. Волонтеры Пушкинского помогают оснащать госпитали в зоне специальной военной операции. Это наша история. Здесь шел сам государь, шел к преподобному Сергию. Этот крестный ход был одним из самых главных в дореволюционной России. Представляете, 100 тысяч шло. Дорога в Лавру. В округе прошел традиционный крестный ход. Об этих и других новостях прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В округе продолжается подготовка школ к новому учебному году. Ребята из школы номер 7. 1 сентября встретят в новом современном здании. Ремонт общеобразовательного заведения входит в финальную стадию. Темпы ремонтных работ оценит глава округа Максим Красноцветов. Глава округа Максим Красноцветов контролирует ход ремонта в школе номер 7 в Ивантеевке. В работе старое крыло учебного заведения. Здесь размещается старшая школа, это 28 классов и более 30 кабинетов и спортзал. На 100% выполнены инженерные работы, на 85% фасадные, на финишной прямой отделка 2-го и 3-го этажей. Глава отмечает, сбавлять темпы нельзя, а лучше наращивать. 1 сентября школа должна открыть свои двери для ребят. Процент готовности сейчас составляет 70%. На объекте работает 35 человек. По графику мы идем, но подрядчику обязательно нужно мобилизоваться. Я думаю, что надо добавлять людей. Мы в ближайшее время обстоятельно пообщаемся с подрядчиком, который выполняет у нас работы по капитальному ремонту. И обязательно мы добавим темп, усилимся. В любом случае, в контрактные сроки мы укладываемся. И 1 сентября дети в любом случае пойдут сюда в школу, в новую школу после капитального ремонта. Ребят встретят обновленные кабинеты физики, химии, информатики, технологии, учительское кабинет ИЗО. Везде установят новое оборудование и, конечно, новую мебель. К работам подходят комплексно, отметил глава. Внутреннее наполнение не менее важно, чем внешний вид здания. Напомню, ранее к школе была возведена пристройка. У нас здесь при строительстве пристройки мы выполняли благоустройство и обустройство территории прилегающей. Мы оборудовали спортивное ядро, стадион. Все это есть. После окончания этого ремонта школа предстанет новым объектом образования по всем современным стандартам. Проверки в рамках реализации народной программы «Единой России» и партпроекта «Новая школа» продолжатся. Жанна Лавянникова, Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. Как правильно вести себя в чрезвычайной ситуации? В детском оздоровительном центре Пушкина прошел единый день безопасности. Сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции и госавтоинспекции рассказали ребятам о правилах поведения на дорогах, в общественных местах и транспорте. Ребят познакомили с работой спасательных служб и продемонстрировали работу спецтехники. Звук пожарной сирены, знакомство с правилами дорожного движения и детское любопытство. Сегодня в детском оздоровительном центре Пушкина прошел единый день безопасности. Сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции, ГИБДД рассказали ребятам о правилах поведения на дорогах, в общественных местах и транспорте. Мы выезжаем в детские лагеря, проводим профилактическую работу, беседуем, рассказываем ребятам о правилах дорожного движения. Ребята спрашивают, задают вопросы. Также их очень интересует техника, рассматривают автомобиль, его устройство. В целом, я думаю, что очень полезное мероприятие и детям очень нравится. Также детей познакомили с работой спасательных служб и спецтехникой. Сотрудники МЧС провели викторину и рассказали о том, какие электроприборы необходимо выключать из розетки при выходе из дома и как вести себя во время пожара. Целью данного мероприятия является популяризация профессии пожарного в целом и пожарных инспекторов. То есть привитие у детей, понимание, как правильно действует случай возникновения чрезвычайной ситуации и что нужно делать, чтобы данных ситуаций не допускать. Ребятам рассказали не только о теории, но и показали на практике, как правильно носить форму, для чего нужен спецсигнал сотрудникам ГИБДД и как устроен пожарный автомобиль. Сегодняшний день показал, что детям очень интересно, очень классно. Они задают много вопросов, они интересуются, как работают службы безопасности. И для себя узнают что-то новое. И впоследствии, если что-то произойдет, они будут знать, куда нужно обратиться, как нужно действовать, как себя обезопасить и как помочь другим. Каждый ребенок смог ощутить себя в роли пожарного сотрудника ГИБДД и полиции, а также осуществить свою детскую мечту и получить массу положительных эмоций. Ведь кто в детстве не хотел стать сотрудником полиции или пожарным? Я померил форму Росгвардии. Я почувствовал, насколько уровень тяжелый и насколько тяжело специалистам Росгвардии носить ее посредневно. Еще я хотел выделить спасибо всем сотрудникам, потому что они сюда приехали и у детей теперь много эмоций осталось. Алина Рогожна, Владимир Овсяников, Яков Лейзер, Новости Большого округа. Жителям Подмосковья клиентам МОЗОБЛ ЕРЦ. Теперь доступна подписка на электронные квитанции для оплаты коммунальных услуг. Электронный платежный документ – точная копия бумажного. Однако он имеет ряд преимуществ. Позволяет оплачивать коммунальные услуги онлайн. Не потеряется и не придет в негодность. Счета сохраняются в личном кабинете. Скачать квитанцию можно за любой выбранный период. Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте МОЗОБЛ ЕРЦ и в мобильном приложении МОЗОБЛ ЕРЦ Онлайн. В разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты. Оплатить счет можно прямо из электронной почты. И к другим темам. К отправке в зону спецоперации готовится 25 тонн гуманитарной помощи. Организовали сбор волонтеры группы Бахи Хасанова из Пушкинского. Большая часть груза – медицинское оборудование и лекарства для госпиталей. Оснащение одного из них неравнодушные жители полностью взяли на себя. В штабе волонтеров побывал глава округа Максим Красноцветов. Он регулярно помогает в этом добром деле. Глава округа Максим Красноцветов встречается с волонтерами группы Бахи Хасанова. Скоро новая отправка гуманитарной помощи в зону СВО. Познать, чем помочь и сделать свой вклад в общее дело. Такое общение главы и неравнодушных жителей стало уже регулярным. Баха Хасанов, конечно, человек, который своей энергией вдохновляет, объединяет, консолидирует и направляет. Поэтому мы очень благодарны ему и этим людям за то, что они делают. Ну и мы стараемся вносить свой маленький скромный вклад в это общее благое дело. Сегодня мы передали противодронное ружье. Я очень надеюсь, что это будет действительно уместно и полезно. Для отправки в зону спецоперации готовится 25 тонн груза. Три тонны пленки для блиндажей, полторы фанеры, 20 генераторов. Больше 300 именных посылок их родственники передают своим бойцам. География постоянно расширяется. Отправления приходят из Ярославля, Владимира, Петербурга. Хочу отдельно заметить, сказать спасибо администрации городского округа Пушкинский, всем сотрудникам за предоставленную помощь. Они нам в эту поездку тоже очень колоссально помогли. Ранее я всегда говорил, Максим Валерьевич в этом помещении помогал. А в этот раз у нас очень хороший объем тоже помогла администрация городского округа Пушкинский. В отдельной зоне разместили оборудование для госпиталей. Оснащение одного из них волонтеры практически полностью взяли на себя. Оксана, она медик по профессии, сортирует лекарства и готовит медицинские приборы к отправке. Коробочки все подписываем, что куда. Вот такие вот наборы хирургические, то что бьется, все подписывается и красным скотчем клеится. То есть это дорогостоящие оборудования, которые нельзя ронять. На этот раз вот везем электрокоагулятор, он помогает в хирургических операциях, то есть чтобы не было больших кровопотерь. Анализатор крови, реагенты к анализаторам крови везем. Хирургический набор малый, хирургический набор большой. Со времен Советского Союза вот этот вот хирургический набор. То есть тут вся полнейшая комплектация, начиная от скальпелей, зажимов. Вот, понимаете, то есть это еще упаковано, как в нашем детстве. Вот этот набор на самом деле не имеет цены, он просто без цены, потому что на данный момент, хоть и у нас все ушло вперед, у нас таких наборов не найти, он на весь золото. Как только все будет упаковано, машины двинутся в путь. До победы кататься, пока есть здоровье, пока есть силы, пока народ нам помогает, мы готовы до победы ездить и помогать. Жанна Лавяненко, Сергей Денисов, Анна Белова, Мария Головачева. Новости Большого округа. В Пушкин с 15 июля начался крестный ход от государя к преподобному, который длится три дня. Большая часть маршрута проходит по территорию округа Пушкинский. В первый день паломники шли от памятника Николаю II в Мытищах до храма «Нечаянная радость» в Мамонтовке. В микрорайоне их встретила наша съемочная группа. С паломниками пообщалась Алина Рогожина. В субботу традиционный крестный ход от государя к преподобному начал свой путь от памятника Николаю II в Мытищах. После молебна паломники отправились к храму иконы Божьей Матери. Нечаянная радость в микрорайоне Мамонтовка. Туда они дошли днем. Несколько лет люди собираются у памятника царя Страстнотерпца Николаева в селе Тайнинское. Там служит самолебен. Собираются несколько сотен человек. И они отправляются обычно 15-го числа пешим ходом в Труйсергию Лавру, чтобы прийти к дню памяти преподобного Сергия Радонежского, который совершается 18 июля, и на службу. Крестный ход посвящен памяти царственных мучеников Николая II и его семьи и памяти преподобного Сергия Радонежского. Ведь именно здесь, на территории храма иконы Божьей Матери, нечаянная радость находится часовня Страстнотерпца императора Николая II. В этом году я уже второй раз. Вообще изначально у меня была такая мечта, потому что я прочитала книгу Шмелева «Крестный ход». И мне прям поразила вот эта идея, как бы возрождение крестных ходов. В крестном ходе приняли участие более 200 паломников из разных городов России. Елена Лосева специально приехала из Воронежа. Это наша история. Здесь шел сам государь, шел к преподобному Сергию. Этот крестный ход был одним из самых главных в дореволюционной России. Представьте, 100 тысяч шло. И сказали же святые, старцы, что Россия будет оживать крестными ходами. Вот и мы оживаем крестными ходами, чего и вам всем желаем. После крестного хода всех ждала полевая кухня, всеное щепдение и ночная литургия. Кроме того, для паломников на территории храма были расположены просторные палатки для ночлега. Крестный ход начался с 15 июля и продлится три дня. Большая часть маршрута проходит по территории нашего округа. На второй день паломники посетили церковь преподобного Сергия Радонежского в Зеленоградском. Потом храм святого благоверного князя Дмитрия Донского и Евдокии Московской в микрорайоне Софрина-1. На третий день путь проходит через Мураново и дальше по территории Сергиево-Пасадского округа. В ночь на 18 июля паломники придут в Троице-Сергиево-Лавру, где примут участие в ранней праздничной литургии. Там и завершится крестный ход. Алина Рогожина, Владимир Овсяников, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Вот такое лего. И о погоде. Среда 19 июля будет дождливой. Синоптики обещают ливень. Температура воздуха при этом до 20 градусов. К вечеру будет облачно с прояснениями. Ночью плюс 15. Ветер западный 7 метров в секунду. А я напоминаю, что все наши материалы и новости округа вы можете найти в соцсетях. Во Вконтакте, в Телеграме, на Дзене. Это все новости к этому часу. С вами была Екатерина Дубровина. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин